12 апреля – День космонавтики. Таинственный космос всегда притягивал внимание человека. С самого раннего возраста дети узнают о звездах и планетах во Вселенной из мультфильмов и энциклопедий. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с детской энциклопедией космоса. Наверняка ты не раз смотрел ночью на небо и удивлялся, сколько же звезд в нем. Да, звезд действительно миллиарды. А еще есть много разных планет, не только в нашей Солнечной системе, но и в других системах и даже галактиках. В этой книге ты прочитаешь о Солнечной системе, о планетах, которые в нее входят, а также об их спутниках. Ты узнаешь много интересного о Солнце и звездах, которые так ярко блестят в ночном небе. О том, как зародилась Вселенная и как она может исчезнуть. И, конечно же, совершишь увлекательные полеты на ракете вместе со знаменитыми космонавтами. Посмотри ночью на небо. Если оно не затянуто тучами, ты обязательно увидишь тысячи звезд. Днем они точно так же сверкают в небе, просто ты их не видишь, потому что слишком светло. Звезды образуют группы, созвездия. С помощью созвездий можно найти путь домой, если ты заблудился. Солнце – это звезда. Как и все звезды, оно представляет собой гигантский огненный шар. В центре Солнца температура составляет 12 миллионов градусов. Солнце гораздо горячее любого огня, который можно зажечь на Земле. Наша Земля – это планета, а Солнце – звезда. Планеты вращаются вокруг звезд так же, как Земля вокруг Солнца. Сами планеты не светятся, они только отражают звезды. Звезды же светят потому, что внутри них идут ядерные реакции. От этого звезды раскаляются и испускают свет. Земля – особенная планета. На ней есть вода. А ведь жизнь без воды просто невозможна. А еще Землю окружает атмосфера, насыщенная кислородом, которым мы дышим. Луна – естественный спутник Земли. Она находится на расстоянии 384 400 километров от нашей планеты. Луна обращается вокруг Солнца за один месяц. Вот почему иногда мы называем Луну месяцем. Космическая эра началась 4 октября 1957 года, когда в нашей стране был выведен на околоземную орбиту первый спутник Земли. Через 4 года в космос поднялся первый человек – Юрий Алексеевич Кагарил. С тех пор в космосе побывали сотни космонавтов из разных стран. Сегодня на околоземной орбите работают тысячи спутников. Преодолеть силу земного притяжения не так-то и просто. Для того, чтобы вырваться за пределы земной атмосферы, ракете нужно развить необыкновенную скорость. А подготовиться к полету в космос очень сложно. Космонавты должны уметь пользоваться сотнями разных приборов. А еще они должны быть сильными, потому что жить в условиях невесомости совсем нелегко. Начиная с 1957 года в космос было запущено столько спутников и других космических аппаратов, что все их перечислить трудно. В этой книге ты найдешь сведения о некоторых из последних миссий и о новых проектах. А сейчас давайте представим, что мы отправляемся в космическое путешествие. Для этого нам нужна надежная ракета, которую мы сами сейчас и смастерим. Нам понадобится цветной картон, бумажный стаканчик, ножницы, клей и ваша фантазия. Отсек двигателя вырезаем из части круга радиусом 100 миллиметров. Вырезаем круг радиусом 70 миллиметров и делим его на 4 части. Это будут детали сопла ракеты. Разрезаем круг по намеченным линиям. Полученные детали сворачиваем конусом. У нас должно получиться 4 сопла. Из красной бумаги вырезаем деталь носа ракеты. Из желтой и синей детали иллюминатора диаметром 25 и 35 миллиметров. Теперь склеиваем конусом деталь отсека двигателя космического корабля. Склеиваем красный конус. На отсек двигателя наклеиваем нос ракеты. С помощью дыроколы нарезаем красные и желтые кружочки. И наклеиваем их по краю синего конуса. Это будут сигнальные огни ракеты. Наклеиваем желтый круг на синий. Это будет иллюминатор. Начинаем сборку ракеты. Бумажный стаканчик будет кабиной пилота. На донышке намечаем место крепления сопел. Приклеиваем сопла к кабине. Следите за тем, чтобы ракета стояла ровно. Наклеиваем иллюминатор на кабину пилота. Наша ракета готова. Осталось отсек двигателя поставить на кабину пилота. Но ракета с секретом. Она может служить красивой упаковкой для сладостей. Загрузите ракету вкусняшками и полетели! В нашей библиотеке вы сможете найти и другие книги о космосе.